Отыграешь спектакль, один комплект сушится на батарее, а другой комплект на себя одеваешь, тот, который сухой. Этого Деда Мороза зовут Сергей Александрович. Больше 20 лет артист Коноплёв был официально главным новогодним волшебником Твери. В этом амплуа почти с самого начала актёрской карьеры, с конца 80-х, ещё когда работал в Рязанском театре драмы и ташкентском Тюзе. Потом приехал в Тверь, и тут то же самое. Его тюзовские детка всегда при стильном костюме, почти каждый год шьют новый, и Коноплёв обязательно участвует в его создании. Вот эти штрипочки я поприсоветовал в этом году, потому что так кушаком подвязывались, но в этот раз просто костюм от того, что сделали вот такие боярские рукава, то он не предполагает кушака, поэтому сделали вот такие вот штрипочки. Помимо представлений и спектаклей, раньше были силы ходить и на другие ёлки, в детские сады, например. К сожалению, мы не молодеем и стареем, а это работа тяжёлая, быть Дедом Морозом. Потому что физически, когда одеваешь всё это на себя, то жарковато приходится, особенно когда работаешь в большие какие-то праздники, где ты находишься на протяжении часа, двух часов иногда, то в этой шубке и под этой бородой, и под париком это довольно трудно, и не очень комфортно себя чувствуешь. И начинает таять, одно утешает, приносит радость детям. Вот и очередной Новый год он встречает в образе зимнего волшебника. Такая история хорошо известна сегодняшним родителям. По мотивам этой сказки ещё 30 лет назад был создан фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» с музыкой Геннадия Гладкова. И вот теперь спектакль в Тюзе в постановке нижегородского режиссёра Елены Фирстовой. Его музыка, как бы, вот, она бессмертна, так же, как и бременские музыканты. И поэтому вот возникла такая идея сделать вот это, по фильму сделать, как бы, сюжет. Ну, а в основе всё равно музыкальные, как бы, моменты, музыкальные хиты. Елена Фирстова и на себе многократно испытала, каково это быть новогодним персонажем. И Деда Мороз, и Снегурочка. Мы в своё время, мы играли, знаете, там, по шесть, по семь ёлок в день. Ездили по разным организациям. Ещё примерно два спектакля, к примеру, ёлок шесть-семь. Очень бодрило. Как костюм достаёшь, повесил в гримерочку, так всё, и Новый год пошёл. Хамабрут, Бальтазар, Егорушка, Братец-кролик. К списку ролей Михаила Хомченко однажды стали добавляться и Деда Мороза. Как-то у меня родился образ Деда Мороза, такого Деда Щукаря. Как бы, не классический, там, здравствуйте, детишки. А такой Дед Мороз, у меня приколись такой. И, как бы, мне в этом образе легко и уютно, и, как бы, дети с интересом со мной общаются. Ну, не знаю, как-то. Мне кажется, у нас контакт такой хороший с ними всегда. Комический, пародийный, литературный персонаж получил прозвище Щукарь, будучи мальчишкой, когда пытался откусить крючок с удочки рыболова, сам попался на него. Я в детстве, будучи маленьким, тогда возможности не было ни бород иметь, ни париков, ни костюмов, ну, не сколько было, ну, лет семь, наверное, в первом классе. Канцелярским клеем, клеил себе на лицо вату и ходил на остановку людей, встречал. Каждый автобус я встречал, жил в поселке, у нас рейсовые автобусы приходили, я встречал людей, поздравлял с Новым Годом. Сегодня Михаил и коллеги по сцене в новогодних образах появляются не только в театре. Когда позволяет время, по заказу приходят в дома, где есть дети. Это у нас называется новогодний сенокос. Как бы есть возможность в такие большие праздники, как бы еще и заработать. Трескун, студенец, повелитель зимнего холода. Древние славяне представляли его в образе низенького старичка с длинной седенькой бородою, властного, злого и жестокого. Вспомнить хотя бы сюжеты Снегурочки, Островского и Римского-Корсакова, Морозко-Адоевского. Таким, каким мы знаем этого старца сегодня, он появился в начале 20 века. Создавать Деда Мороза стали советские кинематографисты и мультипликаторы по заданию партии из Сталина, одобрившего детские новогодние утренники. Собирательный образ был построен по мотивам описаний древнеславянских божеств по звезда, зимника, коручуна и христианского святого Николая. Согласно старым фильмам и мультфильмам, Дед Мороз обычно жил на Северном полюсе, а не в Вологодских лесах в Великом Устюге, где ныне находится его дом. Актеры, которым природа дала возможность сыграть эту роль, они очень отличаются выгодно от других актеров, которым фактура не позволяет это делать. Потому что зимой это, можно сказать, ну и сейчас, я думаю, тоже это хороший хлеб, хорошая бабка к зарплате. Поэтому всю жизнь актеры делились на тех, кто играет Деда Мороза, и тех, кто играет какой-нибудь там Зайчиков, Мишек и так далее, и так далее. И вообще артисты, которые обладают хорошим таким голосом, статью, они очень ценятся, как правило. И в отличие от нас, Снегурочек, которые стареют, к сожалению, могут играть Дедов Морозов всю свою жизнь. Работа, которая требует какой-то подготовки просто элементарной. И вот так вот одеться просто в костюм и выйти, это такая профанация. Я не знаю, как на это все реагируют там люди, которые приглашают таких Дедов Морозов. Но тут и смекалка должна быть, и ты должен, и загадки, и игры. По данным ученым, две с половиной тысячи лет назад я уже был. Но это я был. А когда я появился, не знаю точно никто. Вот сами посудите, вы откуда знаете возраст? Вам родители сказали. А мне кто скажет? Вот я у Снегурочки спросил, спросил у Топтыгиных, у Зайцев спросил. Они говорят, Дедушка Мороз, когда мы появились на свет, ты уже был.